Всем привет! Я подаю признаки жизни. Да, я жива, я не умерла, я не лежала в гробу, наверное. Я, короче, ждала, когда эта дебилка с прозвищем «Ходячая болезнь» наконец-то вылечится. Она, значит, болела в вечность, и я всё ждала, когда она выздоровеет, чтобы снять этот видос. Господи, помогите. И вот она болела в вечность потом. Она вылечилась. Наконец-то. Я это ждала полгода. Потом я не могла нормально до неё дозвониться, потому что она и говорила, что не может. И даже если я ей напишу сообщение, типа «Госимать видео», она мне не ответит. Круто. Перед тем, как начинать, я вам скажу одну радостную новость. Мы просрали лето. Всем привет. Меня зовут Даня, и мне 17. И это моя история. История о том, как я стал изгоем. Ты готов? Да. Тогда выходи. Такси тебя уже ждёт. Я пешком пройдусь. Ммм, понятно. У него в комнате две двери. В школе. Хэй, привет, братан. Что нового? Да ничего особенного. Только вот, ты слышал о новенькой? Нет, ты же знаешь, что меня это не интересует. Чуть позже. Чего тебе? Не подскажете, где здесь 11-й Б? Нет, не подскажем. Свободно. Да пошёл ты, хамло. Ты совсем идиот? Я бы на твоём месте меньше болтал и поправил юбочку. Придурок. После этого мы возненавидели друг друга. Через несколько дней на крыше школы. Дай закурить. Курить здоровью вредить. Не думал, что ты куришь. Думать это не твоё. Смирись. Овца. Держи. Может, помрёшь быстрей. Ну, а ты что тогда делаешь? Сейчас тоже быстрее умираешь. Ладно, я пошёл. Чё-то слишком медленно. Это как-то, конечно, шулота, что я её ускорила. Короче, я от ничего делать буду петь «Короля и шута». Не хотите? Не слушайте. Грохочет гром. Свергает молния ночи, А на холме Стоит безумец и крыщин. Сейчас поймаю тебя в сумку И свергать ты будешь в ней. Мне так хочется, Чтоб стала ты моей. То парень к ней сумчится, То поле, то кручу. Всё поймать стремится. Я думала, она его сейчас поцелует. Помогите. Ну, это же, конечно же, гатча. Чё тут ещё ожидать? Поправляешь. А вот, совсем другое дело. А то было чёрт пойми что. Заходите. Открыто. Итак, знакомьтесь, это мой сын Даня. Приятно познакомиться. Нам тоже. И это моя дочь Рэйчел. Отлично. Рэйчел, Даня тебя проводит в свою комнату. Поближе познакомитесь. Ночью. Я как понимаю, Они до ночи простояли в комнате, И ничего не делая. Ну, хватит уже на меня смотреть. А что мне ещё делать с врагом, Который пришёл в мой дом? Если бы я знала, Что здесь будешь ты, То я бы не пришла. Да ну, я же видел, Как ты покраснела, Когда меня увидела. Чего? Что за бред? Скоро тебе ещё так краснеть Две недели. Что? В смысле? Так как мы с нашим классом Отправляемся в лагерь, Ты будешь у меня жить. Да и родители наши завтра уезжают отдохнуть. Нет, только не это. Ой, да ладно. Ты будешь жить с красавчиком школы. Что может быть хуже? То, что я сейчас смотрю и страдаю. Немного позже. Рэйчел, слушай, Я сейчас кое-куда съезжу, А Даня последит за тобой. Не волнуйтесь, Всё будет хорошо. И да, Рэй, Переночуешь сегодня у Дани, А то завтра утром Не хочу тебя будить И ехать к ним. Что? Но я не хочу. Удачи. Пошли в кроватку. Я не дашь ухода Следующего разведа. Ч... Чего? Я всего лишь пошутил, А ты уже начал заикаться. И кстати, Спать ты будешь на диване. Я его сейчас сюда притащу. А вот ничего, Что она сама может до него дойти. Мог хотя бы ради приличия Предложить свою кровать. Можешь со мной лечь. Окей, на диване, Так на диване. Ой-ой-ой, Вот час начнётся. Куда им так рано? На утро. Стоп! Какого чёрта я делаю на его кровати? И чья на мне одежда? Слышь, придурок, Какого чёрта я в твоей одежде? И почему я проснулась в твоей кровати? Хватит орать в моём доме. Отвечай! Проснулась ты в моей кровати, Потому что приходила уборщица И убиралась в моей комнате, И пришлось убрать диван. Ну а переодела тебя тоже уборщица. Я думаю, в платье неудобно спать, Но и дал тебе свою толстовку. Извини, что она кричала. С тебя должок, А то наорала ни с того ни с чего. Ух, ладно. Чуть позже. Классная прическа. В школе точно оценят. Ну, не умею я прически делать. Мне мама всегда делала. Ну давай я тебе сделаю. Он тебе все волосы вырыть, Не доверяй ему. А ты умеешь? Ну, получше тебя точно. Окей. Сделай, пожалуйста, нормальную прическу. Уже в школе. Даня, ты объяснишь мне? Ты о чем? Почему на той девушке была твоя одежда? Она точно твоя. Я помню, как мы вместе ее покупали. Не волнуйся, я тебя не изменяю. Сейчас слушай суда. К той девушке ты даже на миллиметр не приблизишься. Или будет хуже уже тебе. Дорогие дети мои. Отъедите, пожалуйста, от экрана, пока я не сломала вам психику. Если ты будешь дальше так шутить, я тебя продам арабам. Разрежу тебя на 6 частей. Голову я, значит, съем. Руки тоже. Ноги отдам хирургам. Съем все твои внутренности. Нашинкую на фарш. Расстреляю. Разрежу. Распилю. Переезжу. Так как это вообще говорится. А, перееду, значит, я КамАЗом. И да, на твой дом скоро упадет самолет, вертолет, врешется поезд и так далее. А если будешь слушаться, то у тебя будет еще один шанс стать моей девушкой. Я что, игрушка для тебя? А ты правда верила, что я люблю тебя? Ненавижу тебя. Эй, ты в порядке? Ах ты гадина. Поиздеваться еще пришла. Как же я тебя ненавижу. Пошла вон. Уходи. Ты совсем больная? Я тебя впервые вижу. Ох, прости. Я не знаю, что на меня нашло. Просто из-за тебя я поссорилась с парнем. Давай ты успокоишься и расскажешь все поподробней. Хорошо. После рассказа. Оу, не волнуйся, он просто мой друг. Так вышло, что мне придется у него пожить, пока родители не приедут. Правда? Я тебе обещаю. Спасибо тебе. Позже дома. Короче, знаете, я сделала с ним то, что хотела. Сегодня поспишь на моей кровати. Почему? Уборщица забрала ключи от кладовой, а там был диван. Но не волнуйся, я на поллягу. Если хочешь, то можешь лечь со мной. Автор, у меня вопрос. Какие сигареты ты курил? Она возмущалась. Почему она лежала на его кровати? И при этом она не хотела с ним спать. И теперь она ему предлагает с ней спать. Сама, лично предлагает. Собственно, персоны, блин. Ну что за фигня вообще. С тобой? Ну да, на полу холодно, да и неудобно. Он, короче, смеялся над тем, что она каждый раз краснеет. Теперь моя очередь. Ладно. Пошли тогда, быстрее. Я просто спать хочу. Да, да, пошли. На следующий день. В школе. Сними эту хрень с меня. Но они такие милые. Поноси их немного, пожалуйста. Только потому, что ты меня попросила. Эй, ребята. Учитель сказал, что завтра мы выезжаем в лагерь. Так что сегодня соберитесь. Сегодня соберу наши вещи тогда. Ну, точнее твои. Я же твои ношу. После всех уроков. Пожалуйста, давай вызовем такси. Я устала. Зачем такси? Я вызову личного водителем. Что происходит? Рэй, ты же обещала. Это не то, что ты подумала. Заткнись. Гадина. Ты увела у меня парня. Ненавижу тебя. Закрой рот. Ну вот что ты нашел в этой простушке? Я же лучше ее. Почему ты не сказал, что между нами ничего нет? Расслабься. Я все равно планировался не расстаться. Бабник. Ну почему же? Например, с тобой бы я никогда не расстался. Так, ладно. Надо водителя вызвать. Аши-маши. На следующий день уже в лагере. Отлично. Теперь мы вместе еще и грибы собираем. Ага, класс. Пошли уже. Через два часа. Я больше не могу идти. У меня все болит и мне ужасно жарко. Садись ко мне на спину. Я тебя донесу. У меня силы есть. Ты так шутишь, да? Нет. Давай живее. Спасибо. В лагере. Ты совсем охренел? Заткнись, Рэй, разбудишь. Даже недели не прошло после расставания, а он... Успокойся, найдешь парня лучше него. Да пошли они все. Позже. Ура, мы выиграли. Извини, я в порыве радости. Да вы совсем уже охренели. Сколько можно? Даня, как ты можешь? А что, Даня? Мы расстались и ты мне не нужна. Нас уже ничего не связывает. Отвали. Что? Как что? Да, да. Ты все правильно услышала. Прости, это все из-за меня. Короче, я в тот раз не успела полностью спить, а что буду допивать. Весь сельский люд Смотрит на это Выходил, как на холме Безумец бегал и чуде... Что за фигня вообще? Рэй, я люблю тебя. Оставшееся время в лагере мы провели прекрасно. Дома. У Дани. Мы так рады, что вы наконец-то приехали. Да, мы тоже. Но у нас для вас есть одна новость. Я и Рэй начали встречаться. Так это же круто. Круто? А что плохого в том, что наши дети начали встречаться? Ладно, я тоже за вас рада. Это надо отметить. С тех пор, как Даня и Рэйчел начали встречаться, прошел год. Эй, Дань, ты спишь? Уже нет, а что? Слушай, может нам снять отдельную квартиру? Эм, ну... А не рано? Если не хочешь, то так и скажи. Да я хочу, просто надо работу искать. Иди охранником пятерочки работать. Сама иди. Я у отца попрошу, может он возьмет меня к себе работать. А когда ты нас познакомишь? Как устроюсь на работу, так и познакомлю. А теперь давай спать. Вообще-то уже третий час дня. Мне пофиг, я хочу спать. Позже. О, кто это всплыл? А где Рэй? Она еще спит. Вообще-то уже третий час дня. Мне пофиг. Вы стоите друг друга? Да. Мам, слушай, можешь мне дать номер отца? А то у меня не сохранился. Зачем тебе номер этого штирлица в ютубе? Мы с Рэй решили снимать отдельную квартиру, ну а для этого деньги нужны. Может он возьмет меня на подработку? Ну, хорошо. В сумке возьми телефон. А куда переезжать планируете? Да недалеко, в нашем районе. А, ну, удачи. Ага, спасибо. На следующий день. Алло, отец. Привет, это Данил. Узнал? Ладно, не суть. Я к тебе через полчаса приеду. По делу. Через 30 минут. Эшли, какого черта ты творишь? Мы из-за тебя потеряли контракт года. Пошла вон. Больше, чтоб не приближалась к клиентам. Извините, я случайно. Ничего страшного. Просто потом будь аккуратнее. Ты еще здесь? Ну, привет, папаша. Привет. Ну, говори, что за дело у тебя ко мне. Можешь меня к тебе на работу устроить? Мне просто деньги сейчас нужны. Ты закончил университет? Если бы я в него ходил, может быть и закончил. Ну, тогда ничем не могу помочь. Слушай, я у тебя за всю жизнь ничего не просил. И сейчас тебе трудно взять меня на работу? Хорошо, будешь моим помощником. Сколько платить будешь? Сначала 25 тысяч, потом посмотрим. Хоть за это спасибо. Дома. Я дома. Как все прошло? Все отлично. Он меня взял. Класс. И когда мы познакомимся? Завтра вечером он к нам приедет. Ура! Вечером. Алло, пап. Приезжай завтра вечером к нам. Моя девушка хочет познакомиться. Пусть только попробует прийти, я его сковородкой прибью. Мам, Рэй хочет познакомиться с ним. Оставь свои обиды всего на один вечер. Ладно. Спасибо. Позже. Даня, а почему твои родители развелись? Когда мне было 3 года, мой отец забил молодую любовницу. Моя мать, конечно же, это узнала и прогнала его, но я с ним не очень общался. Прости, что спросила. Забей. Все нормально. А где твой отец? Когда я родилась, отец только ехал в роддом. Моя мама позвонила ему, чтобы сказать, что родилась я. Отец был слишком рад, что ты не увидел машину, которая ехала навстречу, после чего произошла авария, в которой мой отец погиб. Не расстраивайся, он всегда будет рядом с тобой. На следующий день, вечером. Рэй. Приятно познакомиться, я Рэйчел. Здравствуй, я Грей. У меня еще один вопрос к автору, что он пил ось, Рэй и Грей. Блин, помогите, я не могу уже. Пап, а ты зачем притащил сюда свою подчиненную? Знакомьтесь, это Лиза, она сегодня будет заслугу. Хорошо, проходите на кухню. У них в семье одни будто годы. Маргарита, ты становишься крашей с каждым днем. Меня сейчас расстырит чертяп. Не могу про тебя сказать то же самое. Ну так сделай то же самое, что и я, Саври. Пожалуйста, давайте спокойно поужинаем. Позже. Извините, я отойду? Конечно. Что делаете? Разговариваем. Лиза, а я не пойму, ваша работа болтать или убирать грязную посуду? Если убирать грязную посуду, то какого черта ты сейчас стоишь и болтаешь? Рэй, ты чего? Если ты все сделала, то можешь уходить. Мы больше не нуждаемся в твоих услугах. Всего доброго, Елизавета. Ты извини ее, она не хотела нагрубить тебя. Ничего страшного, я, пожалуй, пойду. Да, вижу, девушка тебя сильно любит. Без тебя знаю. На следующий день. Это ж каким должен быть стул. Кто вы и что вы хотели? Рэйчел, ты не узнала меня, что ли? Это же я, Элис. Ну, бывшая Даня. Ох, Элис, ну да, не узнала. Ты сильно изменилась, ты что-то хотела? Ну, я хотела помириться с Даней. Но раз здесь ты, может, выпьем, поговорим? Бывшая пьет с нынешней. Оригинально. Ну ладно, пошли. Немного позже. И потом он меня поцеловал. Романтик. Ага. А у вас там как с Даней? Все хорошо, но я надеюсь, ты пришла не с целью увезти его у меня. Да нет, я скажу тебе даже спасибо. Если бы не ты, я бы еще долго промочилась с ним. Слушай, а он тебе изменял, когда вы были вместе? Ну, если меня не считать. Если не считать тебя, то нет. А что-то случилось, он тебе изменяет? Да пока что нет, но одна курица к нему клеится. Ох, не волнуйся, я уверена, он на нее не поведется. Ладно, забыли, лучше скажи, у тебя вино еще есть? Обижаешь. Еще немного позже. Он, видимо, в ссоре с головою, видно сос... О, а ты чего так рано? А мне кажется, я вовремя. И что-то не понял, кто давал команду бухать? Дань, привет. Это я, Элис. Ты это, не ругайся. Элис, что ты здесь делаешь? Мирюсь с Рэй. Мириться не значит бухать. Так, понятно. Я сейчас вызову такси, и ты ездишь домой, а ты спать. А знаешь, Элис, такая хорошая. Спи уже, пьянь. На следующее утро. Боже, как же башка раскалывается. Да, да, я через пятнадцать минут приеду. Нет, она не слышит, она еще спит. Да, до встречи. Куда это он собрался в выходной день? И с кем? Надо за ним проследить. Через некоторое время. Но и в этом и будет сюрприз. Романтик, все дела. В общем, жду в ресторане 4 звездочки сегодня в 19.00. Хорошо, я поняла. Романтик, значит... Я вам устрою романтик, все дела. Вечером. Ну все, можно ехать. У ресторана. Извините, сегодня туда можно войти только по приглашениям. Слушай, давай договоримся по-хорошему. Повторяю, вход только по приглашениям. Ну зачем так-то? Подожди, Малина не втыкала. Я предлагала по-хорошему договориться. Так, теперь надо разобраться с двумя голубками. А это кто справа? Дань, а что происходит? Что происходит? Рэй, ты выйдешь за меня? Ох, Даня. Я согласна. Солнце, я так рад. Я вас поздравляю. Спасибо, Элис. Но как вы это все придумали? Ну вообще, я долго думал, как бы это все устроить. Но когда появилась Лиза, я все продумал. Я видел, что ты ревновала и решил это использовать. Помнишь разговор мой, когда я еще говорил, что ты спишь? Я слышал, что ты проснулась, но и позвонил Лизе. Надо было все обговорить, но я знал, что тебе будет интересно, о чем мы будем разговаривать. Я назначил встречу в ресторане, и тогда, когда я увидел тебя рядом, ты была просто мисс Крит Нэс. Помогите. О, господи, надо же было додуматься. Спасибо, спасибо вам всем. О, Элис, а кто это рядом с тобой стоял? Миш, подойди сюда. Знакомьтесь, это мой парень Миша. Миша это Рэйчел и Даня. Приятно познакомиться, Миша. Надеюсь, этого парня ты у меня не уведешь. Я тебя уведу. Нет, спасибо, у меня свой идиот есть. Я сейчас закрою на это глаза, только потому, что ты согласилась выйти за меня. Ну, поздравляю вас. Надеюсь, у вас все будет хорошо. Спасибо, мам. Это надо отметить. Поддерживаю идею. Через месяц мы поженились и отправились в Париж в медовый месяц. Когда мы приехали, я начал усердно работать, после чего отец повысил мне зарплату. У Элис и Миши все, к счастью, складывалось хорошо, и они стали лучшими друзьями нашей семьи. Через 10 лет нашего брака Рэйчел забеременела. Мы были очень рады, и через 9 месяцев у нас родился мальчик. Ура! Я не сдохла. Так, ну, в принципе, сериал, то ли фильм, я не помню точно, нормальный. Но все-таки Даня меня морально убивает. Ну, и, короче, там была одна ошибка, значит, мне даже еще, не знаю, где-то 2-3, ну, короче, не помню. Мне была лень запоминать. Но вот слово немного, которое писалось там, значит, не раздельно, мне прям запомнилось четко. В принципе, я уже что-то не нашла других минусов, кроме того, что у Дани, по сути, 2 двери в комнате. Но там вроде она куда-то вела, так что логично. Ну, на этом все. Главное, что я хотя бы выжила и на этом. Спасибо, Господи. Всем удачи, всем спасибо, всем пока.